Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы вместе с вами продолжаем читать, объяснять, рассматривать второе соборное послание апостола Петра. Сегодня у нас вторая глава. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Вот честно скажу, что всегда с печалью читаю такие слова. В общем-то и Спаситель предсказывал, что будут лжепророки. И Петр, Святой Петр, он тоже это подтверждает. Ну, видимо, суть такова, что вот есть добро в нашей жизни, но есть и зло. И зло, оно себя тоже проявляет. А проявляет как? Искажая все. Вот есть истина, а зло пытается создать блики истины, псевдо-истину. То есть искажение такое, что-то подстраивающееся под истину, а на самом деле то, что влечет душу человеческую в ад. И это вот страшная трагедия, да, вот хотелось бы, чтобы была вот чистая евангельская истина. Да, вот люди восприняли, живут, радуются, очищают свои сердца, да, стараются делать добро. Где-то не справляются, но работают над собой. А нет, появляются лжеучителя, которые очень коварные люди. И вот я помню, как в начале 90-х годов, когда вот только-только ты выцерковляешься, еще не так много пастырей-то, священников-то не очень много было. Попробуй найди духовника, да. А вот лжеучители, они уже на каждом углу стояли, проповедовали. То там белые братья, то там последователи Виссариона, то там потом вот эти свидетели Иеговы, всякие там харизматы и так далее. И каждый гнет свое, понимаете. И каждый самоуверенно говорит, я знаю, я лучше понимаю в божественном откровении. И потом ты начинаешь вот с кем-то там тоже вот соприкасаться. И тут тоже встречаешь каких-то прельщенных людей, которые убеждены в себе в том, что они имеют какие-то дарования от Бога. А Господь все это предсказывал. И нам попущены вот эти вот искушения. То есть лжепророчество – это одно из проявлений дьявольских искушений в нашем мире. И поэтому, покуда вот стоит наш мир, искушаемый дьяволом, будут вот эти лжеучители, будут ереси. Но они на себя навлекают скорую гибель, и наша задача им – не подчиняться. Поэтому не нужно тут же кидаться, как вот слушать какого-то харизматичного человека, который сам по себе вот проповедует, да. А у нас церковь соборная. Поэтому мы не должны прельщаться образом только одного какого-то проповедника. Потому что и проповедники падают, и потом не пойми чего говорят, да. И одни очень хорошо проповедуют, потом снимают с себя сан, да. Кто-то чего-то, кого-то в итоге лишают сан. И наша задача – быть верными святоотеческому преданию, да. То есть святым отцам, которые исполнили священное писание на деле. А если надеяться только на отдельного человека, то легко впасть в прелесть. И вот Петр, дальше святой Петр апостол говорит, и многие последуют их разврату, имеется в виду лжепророки, еретики. Разврат бывает телесный, но разврат бывает и в плане, вероучительным. То есть человек развратился настолько, что у него нет вот этого вероучительного целомудрия, да. Он там столько всего измыслит, что ну просто вот в духовном смысле он блудодействует, он изменяет Богу. Он вместо чистоты веры, не пойми, чего привносит. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. То есть фактически апостол Петр предсказал, что будет на протяжении тысячелетий, вот две тысячи лет прошло, будет много ересей. И так и получилось. Так и получилось. И многие последовали. И через них путь истины будет в поношении. Ну бывает как, вот атеисты даже, вот они говорят, вот смотрите, сколько там у вас споров, ссор из-за Евангелия. Один так толкует, другой иначе. То есть вот речь идет о неком поношении, да. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. То есть такие люди, они пытаются уловить неутвержденные души ради любостяжания. Но любостяжание, оно бывает самым примитивным, когда какой-нибудь основатель секты, он наживается за счет своих адептов. И они там квартиры жертвуют и все такое. А бывает любостяжание, когда он довольствуется самими душами. Вот ему не надо никаких денег, лишь бы слава и честь ему была. Вот он чувствует себя таким божественным существом, властелином душ человеческих, да, какой-нибудь там гробовой, да, или бог Кузя. Казалось бы, какие-то глупости, да. А интеллигенция следовала за ними. Люди с высшим образованием, да, из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. То есть сколько бы они ни пытались, в конечном итоге человек расстается с телом, предстает на божий суд, и кто других губил, соблазняя в ересе, тот погубил прежде всего себя, погибель их не дремлет. Ибо если бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то есть падших вот этих духов, и если не пощадил первого мира, почему не пощадил? Да потому что там, как мы читаем, что увидел бог, что помышление человека – зло от юности его. Если уже только одно зло, то какой смысл существования в этом мире? Если сейчас у всех будут в помыслах только одни страсти и ничего чистого, светлого, то кончина очень быстро приблизится. Поэтому первого мира не пощадил. Но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Ной был человек праведный, благочестивый, непорочный, и о нем сказано, что он проповедник правды. Когда он строил ковчег, то он уже проповедовал правду, что наведет Господь суд на этот мир. И ковчег строился достаточно долго, потому что никакой техники не было. Это много-много лет ушло на строительство ковчега. И все вокруг ходили и говорили, вон какой безумец строит какой-то ковчег, как будто потоп придет. А потом и правда пришел потоп. Но это уже проповедовал. Он еще своим образом жизни проповедовал правду, справедливость, честность. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращения между людьми, неистово развратными, избавил». Вот смотрите, как сказано, как апостол Петр, в общем, деликатно изображает эти страсти, вот эти однополой любви, да, «содомский грех», что люди неистово развратные, которые не могли уже ничем удовлетвориться и ждали, когда придет какой-нибудь путник, чтобы над ним надругаться. И мы читаем, что ангелы ослепили их, потому что они воспринимали ангелов тоже как… Они не понимали, конечно, что это ангелы, думали просто путники, воспринимали как объект своего порочного удовлетворения. Ангелы их ослепили чудесным образом, а те все равно, казалось бы, явное чудо в разумлении. Вот вам слепота. Так нет, они продолжают слепые искать вход в дом лота, и сказано, что они измучились в поисках входа. То есть настолько психика уже повернута вот в этом направлении, поэтому и наказаны города смерти. А какой смысл проповедовать им, если они уже ничего не могут воспринять? То есть их Господь просто изымает из этого мира, и идут они туда, куда следовало идти. А Лот, он мучился, находясь там. И Петр, апостол, пишет, «Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». И сейчас вот когда какое-то сквернословие, да, это все мучения для праведных душ, а сейчас мы видим, что однополые браки там на Западе уже оправдываются, и для них уже никакого мучения, вроде все так и должно быть. А Лот, он мучился, но Господь его и спас, поэтому ради этих страданий. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. То есть, да, придется нам терпеть и от дурных людей терпеть. Но для чего? Для того, чтобы мы сами не были дурными, скверными. Как кто-то из подвижников, по-моему, это даже был блаженный Августин, он говорил так, что Господь через злых людей, так сказать, подвергает испытанию добрых, чтобы они стали еще добрее, еще лучше, еще чище. Да, то есть, да, к нам приходят через вот эти всякие скверны греховного мира искушения, но для того, чтобы мы стали еще крепче духовно. Конечно, Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. Проходит время, если ты потерпел, то и от искушения избавляешься. А беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Хочешь, не хочешь, будет суд. Он уже есть в совести твоей, но совесть часто спит у нас. Мы сами захотели, чтобы она спала. Сколько можно взывать к нашей совести, если мы не хотим прислушиваться? Ну, потом все равно будет некое наказание. А наипаче тех, вот апостол Петр перечисляет, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших. То есть, такие люди им никто не указ. Они сами для себя, как маленькие такие боги в языческом смысле, они всех и вся осуждают, превозносятся. Они наполнены цинизма, и ничего святого в душе, ну и, конечно, в итоге, в конечном, уничтожают самих себя. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят над них пред Господом укоризненного суда. То есть, всем людям даны ангелы. Ангелы-хранители находятся рядом с нами. И даже когда ангелы видят человека грешащим, они его не осуждают. Потому что осуждать, восхищать суд Божий, это уже демонстрировать свою гордыню. А гордыню демонстрируют только без, только дьявол демонстрирует гордыню. Поэтому он всячески старается осуждать. Он вначале соблазняет человека, и он же его осуждает и говорит, пойдем за мной в гиенну огненную. А вот ангелы, превосходя крепостью и силой всех грешников, грешащих, и таких циничных, дерзких людей, не произносят на них пред Господом укоризненного суда, ожидая обращения. Они, то есть вот эти гордецы своевольные, которые все злословят вокруг, которым все не так, как они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловлении и истреблении, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. И на самом деле так и получается, что вот, конечно, мы не будем ставить штампов, но это некая правда жизненная, что вот живет человек, который водимый только инстинктами своей природы, только чем-то плотским, что-то поесть, с кем-то, извините, переспать, что-то похитить, себе заполучить. Всех вокруг он злословит, все ему кажется вокруг не так, и он злословит то, чего не понимает, и вся жизнь проходит потом у него в таком постоянном растлении, как тлеющие угольки, и в этом растлении он истребляется. И потом, что было, как вот кто-то из святых сказал, что вот такие люди, они как кратковременное зловоние, жизнь человека кратковременная, вообще кратковременная, а если ты наполнил его сплошными грехами и злословием, и плотскими страстями, то это и есть кратковременное зловоние. Они получат возмездие за беззаконие, а, собственно, всякое беззаконие, оно уже и есть начало возмездия, человек вредит самому себе. Кому повредил блудник? Кому повредил гордец? Он только себе повредил. Ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Вот здесь оказывается, мы что читаем, что вот такие люди начинают вкрадываться в христианские сообщества, для которых главное – это роскошь, осквернение себя, и они пиршествуют, то есть приходят на вечере любви к христианам, где жертвенно предлагалась трапеза, и начинают насыщаться, чревоугодничать, просто чтобы чревоугодие свое удовлетворить. Вот как сам Спаситель обличал некоторых людей, он их чудесно насытил при умножении пяти хлебов, а они после этого что? Захотели сделать его царем, чтобы он всегда их насыщал, их чрево. И Спаситель говорит, вы ищите меня, потому что ели хлеб и насытились. То есть для вас самое главное – это удовлетворять сытость своего чрева. А Христос как Спасителем был не нужен, и вот такие люди тоже иногда вкрадываются в христианские сообщества, чтобы нажиться, чтобы какую-то свою выгоду заполучить. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Вот если у праведных, у святых людей глаза чистые, как у ребенка, вот это вот можно созерцать, с одной стороны у них глубокая мудрость, мудрость старца с ясным умом, а при этом глаза чистые и непорочные, как у ребенка. И вот мудрость старца совмещается с чистотой ребенка у этих людей, и все это видно через лицо, через открытый ясный взор, то у таких лукавых людей, которые вкрадываются в христианские сообщества, пытаются заработать свой авторитет, глаза у них чем наполнены? Любострастием, да, то есть расположенность к всяким страстям, особенно плотским, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Потому что сыны благословения кто? Те, кто искренне и смиренно служат Господу, кто жертвенно открыт другим людям. А тот, кто наживается и лицемерит, он не может наследовать благословение. Не имея благословения, он подпадает под проклятие. Оставив прямой путь, они заблудились. Это все про лжеучителей, лжепророков, лжебратьев, которые вкрадываются в христианскую общину. Заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Иногда ослица умнее человека, потому что ослица не настолько упрямое существо, как это нам иногда кажется. Ослы – это на самом деле основные такие ездовые животные, были и остаются, в общем-то, на Ближнем Востоке. И они намного более послушны и покорны, нежели человек. Вот человек – это самое упрямое существо. А ослица, да и вообще домашние животные, они иногда более верные, более преданные, нежели человек. То, что бывает, что собака не предаст, человек предаст. И ослица, она слушалась вот этого Валаама, а он что? Он был человеком очень двойственным. Вот почему его упоминает апостол Петр? Валаам, он, с одной стороны, вроде бы старался слушать Бога, и Господь ему говорил, что ты должен не проклясть, а благословить народ израильский. К Валааму обращается царь Моавицкий, говорит, что вот идет израильский народ, ты его прокляни, чтобы, так сказать, всякие беды на него снизошли, и я тогда смогу победить этот народ. А Валаам, он же был Божьим пророком, и вот Валаам, действительно, Господь его говорит, что ты должен благословить, но Валаам думает, как бы мне, да, вот я должен Бога послушать, но постараюсь какую-то личную выгоду заполучить. И он следует за посланными от царя Моавицкого на свои ослицы, и ослицы, видя, что дорогу преградил ангел с пламенным мечом, он может поразить пророка, она останавливается, она не хочет, чтобы погиб ее хозяин, а он бьет эту ослицу, и тогда она проговорила человеческим голосом, что же ты меня бьешь, ведь я же стараюсь тебе жизнь спасти. Ну, это если передать уже нашими словами. И Валаам, он все равно до конца так и поступает, нечестиво, он научил царя Моавицкого склонить израильтян к блуду. Он вроде бы произнес благословение Божие над народом израильским, но Моавицкого царя учит и их блуду. Научи, пусть женщины Моавицкие в прелюбодейство вводят сынов израильских. Вот за это лицемерие он тоже был наказан, поэтому здесь он упоминается как неких лицемеров, которые вроде бы говорят о Боге, но при этом стараются угодить своим страстям. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, им приготовлен мрак вечной тьмы. Безводные источники, вот какой образ такой яркий, яркий источник, это как родник, понимаете, вот подходят для того, чтобы почерпнуть воду, утолить свою жажду. И получается так, некоторые лжеучителя, которые вроде бы исповедуют христианскую веру, вот эти ересиархи, основатели сект, туда идут, чтобы тоже, там же Евангелие вроде бы читают, для того, чтобы удовлетворить свою жажду, а тут имнати. Вместо воды живой какая-то отрава, какой-то яд, а вода давно уже скудела, поэтому источник этот безводный. Облака и мглы, гонимые бурью, то есть как страстями, им приготовлен мрак вечной тьмы, адский мрак, ибо, произнося надутые пастословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Видимо, были вот такие тоже лжеучителя, которые как говорят, что, ну, да и сейчас так же говорят, что, мол, не согрешишь, не покаешься, поэтому давай вот мы там немножко поблудим, а потом пойдем исповедуемся, и нам грех простится. То есть вот, такое и тогда повторялось, что ведь на таинстве исповеди прощаются грехи, ты, главное, веруй, Господь простит, поэтому, ну, поблудим сейчас немножко, а потом поисповедуемся и все простится. Вот так они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Если ты побежден какой-то греховной страстью, вот и раб этой страсти, и свобода, что толку добиваться какой-то гражданской свободы, да, каких-то там привилегий и так далее, если ты сам себя мучаешь своими греховными страстями, и тебе плохо от самого себя, от своей зависти, от своей ревности, от своих блудных посягательств, ты внутренне освободись, а остальное все приложится вторично. Социальное тоже надо, но пусть социальная свобода следует за свободой духовной. Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Речь идет о чем? О том, что и сейчас, и тогда бывает, вот человек, он познал радость Евангелия, радость встречи со Христом. Вот он был атеист, ничего не знал, то есть жил только ради сиюминутных каких-то удовольствий, и потом вдруг открывает для себя Бога, и все, для него это настоящая свобода, он живет по-новому. И вдруг раз какие-то лжеучителя, или просто вот он духовно оскудил, и начинает запутываться в прежние страсти, в прежние пороки, и последние еще хуже становится. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Вот почему лучше было бы не познать тогда им? Потому что кому много дано, с того много и взыщется. Если ты жил на каком-нибудь там диком острове среди язычников и не слышал Евангелия, то из тебя и не взыщется много. Но когда ты познал радость евангельской свободы, когда ты познал радость благодати Христовой в храме Божьем, а потом вдруг опять идешь к этим порокам, порочной жизни, то с тебя в десять раз больше взыщется, нежели с того, кто не познал. Но с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Ну, для свиньи это не так страшно, как бы тут ничего такого нет, нравственно ее порочащего. А вот когда человеку подавляется свинье, это уже нехорошо. Потому что грязь здесь, это греховная грязь. Поэтому, когда мы ходим на таинство исповеди, вот каждый раз нужно идти с такой решимостью, что вот я хочу быть с Богом, а с Богом это значит не возвращаться никакой грязи. Пусть ты потом приткнешься, но это не от твоего свободного желания приткнуться. Не потому, что ты вот захотел кинуться к этой луже зловонной, а просто именно приткнулся. Ну, приткнулся, так подымись и опять иди. А вот если ты идешь, чтобы, так сказать, сказать, полюбоваться на себя, вот какой я хороший, мне все грехи простились, после этого пойду еще погрешу, потому что мне опять простятся грехи на исповеди, то и получается, что вымытая свинья идет валяться в грязи. Не хочешь быть вот такой свиньей, старайся не просто исповедоваться, но отнестись вот внимательно к себе. Не хочу больше вот так жить, не хочу больше вот так грешить, не хочу возвращаться к этой грязи. Вот, Господи, укрепи и помоги мне. То есть вот с таким настроем идти на таинство исповеди, с настроем всецело быть верным Богу, преданным Богу. Вот в чем да поможет нам Господь. На этом мы завершили вторую главу второго соборного послания апостола Петра. Храни всех Божи, дорогие братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok